Дастин – вдовец. Он живет один. Однажды в его дверь позвонили. Дастин открыл дверь и увидел на пороге ее, свою жену. Как такое возможно? Я надеюсь, вы достаточно внимательны. Смотрите, на стене висит фотография Дастина и его жены. У его жены есть родинка на щеке. У женщины, которая только что появилась, ее нет. Так что это должно быть сестра-близнец жены Дастина. Дилан был наказан, и в течение недели ему не разрешалось встречаться даже с его девушкой. Однажды вечером мама Дилана вернулась домой после работы, зашла в его комнату и спросила, не встречался ли он с кем-нибудь в тот день. Дилан ответил, что весь день был дома и занимался. Мама ему не поверила. Почему? Смотрите, у него на шее след от помады. Я уверена, что девушка заходила его проведать. Другому наказанному подростку Элли не разрешали видеться с друзьями две недели после того, как она провалила контрольную по истории. У ее матери была ночная смена, и она вернулась домой только на следующий день. Она пришла проведать дочь и сразу же поняла, что у Элли ночевала подруга. Как она догадалась? Внимательно осмотрите комнату Элли. Две тарелки, две чашки, две вилки. Она ужинала в своей комнате не одна и не додумалась убрать улики. Ну что, еще две недели наказания? Вирджиния Делл – богатая молодая женщина. У нее в гардеробной под стеклом хранилась красивая и дорогая коллекция драгоценностей. Однажды утром Вирджиния обнаружила, что кто-то разбил стекло и украл ее драгоценности. Горничная утверждала, что она убирала комнату в районе пяти часов утра, и драгоценности еще были там. Лучшая подруга Вирджинии, которая жила в ее доме на той неделе, сказала, что не заходила в гардеробную. Двоюродная сестра Вирджинии, которая также гостила у нее на каникулах, сказала, что заходила в гардеробную утром, но не обратила внимания на украшения и точно ничего не крала. Кто лжец? Это горничная. Похоже, что сразу после того, как она разбила стекло и украла драгоценности, она убрала осколки, поэтому на полу абсолютно чисто. Продолжим проверять вашу наблюдательность. Я буду показывать вам людей и разные предметы. Ваша задача – угадать, какому человеку принадлежит тот или иной предмет. Давайте начнем с простого. Что насчет этого стетоскопа? Ну, он определенно принадлежит врачу. Еще два человека. Есть предположение, кто владелец этого браслета? На браслете выгравировано имя София. У девушки слева бэджик с тем же именем. Наверное, это ее браслет. А теперь помада, которой из этих двух девушек она принадлежит. Скорее всего, этой. Они обе накрашены, но у этой девушки губы такого же оттенка, как и помада. Сережка и снова две девушки на выбор. Есть предположение? Она принадлежит этой девушке. У нее проколоты уши, а у другой девушки нет. Следующий предмет – это фен. Как вы думаете, кому он принадлежит? Скорее всего, девушки. У нее длинные волосы, а парень – лысый. Ладно, это уже веселее. Как вы думаете, кому принадлежит эта милая кошка? Видите, у этой девушки поцарапаны ноги. Все понятно. Это ее кошка. И последний предмет. Это фотография одной из женщин в подростковом возрасте вместе с родителями. Как думаете, кому она принадлежит? Девочка на фото рыжая, с зелеными глазами. У женщины слева рыжие волосы и зеленые глаза. Наверняка это она и ее родители. Эмма гуляла в лесу и заблудилась. Она наткнулась на дом ведьмы и попросила ту отправить ее домой. Появилось пять дверей. Только одна из них приведет тебя домой, и у тебя есть только один шанс. Правильная дверь черная. Она не находится рядом с крайней левой или крайней правой дверью. И это не та дверь, что посередине. Какую дверь должна выбрать Эмма? Есть только три черные двери, и нам нужна одна из них. Это не та дверь, которая находится рядом с крайней левой или крайней правой, поэтому четвертая дверь исключается. Это не средняя дверь, поэтому третья дверь тоже исключается. Эмма должна выбрать первую дверь. На фабрике полтора рабочих делают полтора стула за полтора часа. Сколько стульев делает один рабочий за один рабочий день, который длится шесть часов? Если полтора рабочих делают полтора стула за полтора часа, это значит, что один рабочий делает один стул за то же время, то есть за полтора часа. Таким образом, за шестичасовой рабочий день один рабочий делает четыре стула. Весь день ничего не происходило, но как только начался дождь, в городскую полицию поступил звонок. Мистер Джонс сказал, что кто-то только что столкнулся с его машиной и уехал. Офицер прибыл на место, он обнаружил неподалеку одного человека, который чинил колесо. Мистер Джонс сказал, что это был тот самый джентльмен, который столкнулся с его машиной. Джентльмен возразил, что это не может быть правдой, так как он уже больше часа пытается починить свою машину и все это время находился там. Кто лжет? Этот человек чинит свою машину. Дождь начался совсем недавно. Если бы он чинил машину все это время, земля под ней была сухой, но она мокрая, значит его машина сломалась совсем недавно. Возможно, когда он уезжал после аварии. Команда пиратов ночью прибыла на необитаемый остров в Карибском море. Рано утром капитан отправился на берег, чтобы найти свой тайник со спрятанными в нем сокровищами. Но когда он добрался до него, сокровищ там не оказалось. Кто-то из его команды сошел на берег раньше и все украл. Подозреваемых было трое. Билл, первый помощник. Гилл, боцман. И Уилл, повар. Все они отрицали, что что-то украли, но капитан знал, кто лжет. Кто? На берегу есть следы, которые появились раньше и не принадлежат капитану. Один из них отпечаток ноги, а другой дыра от палки. Грабителем должен быть боцман Гилл, потому что только у него деревянная нога. А теперь немного потренируем ваши глаза. Можете найти здесь нестандартные эмодзи. Да, вот он. Следующее задание. Смотрите внимательно, и у вас есть всего несколько секунд, чтобы найти самозванца. Вот он, правильно. Игра становится сложнее, но я знаю, что у вас все получится. Что скажете? Вот лишний флажок. Итак, последний раунд. Самый трудный. Найдете здесь того, кто притворяется котом? Вот он, отличная работа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok